Сейчас у нас на прямой связи политолог Кристиан Срозенвальдс. Кристиан, доброе утро. Насколько она добрая, да. Доброе утро. Да, ну, может быть, не хочется сегодня, не только потому что пятница, потому что мы, в принципе, всю неделю, естественно, подробно рассказывали и будем дальше, конечно, говорить о войне в Украине. Но вот я бы больше хотел тебе задать вопрос не о войне, не о том, что происходит там, а о том, что происходит здесь. И почему буквально на днях появилась твоя статья, ну, я так понимаю, она вызвала довольно много комментариев, реакций, где ты сказал, что сейчас настало время в Латвии принимать не столько решения, ну, так, на русский язык можно перестись, сколько приказы. Вот, может быть, несколько слов об этом, что ты имел в виду, и почему у тебя вот такое недемократическое предложение? Ну, я бы не сказал, что не демократическое. Я как раз сказал, что можно и демократическим образом принять процедуры, которые являются, может быть, острыми. И я как раз из этого это сравнивал с медициной, термином, которым мы были все так и близки последние два года, когда, если у нас есть, не дай бог, какая-то страшная болезнь, которую обнаружили, не буду даже называть ее словами, и тогда врач тебе говорит, типа, что у нас есть возможность сейчас это все быстренько лечить с помощью скальпеля, и вместо того, чтобы это делать, люди начинают верить, что это и так пройдет, а что, может быть, сама уйдет, или, может быть, там можно всячески его, как называется, у теток вымолиться, и еще как-то по-другому. И все возможные решения, которые идут на то, что ничего не делать, является признаком слабости, неответственности, потому что в конце концов все равно мы должны будем это, скорее всего, с помощью того же скальпеля резать. И тогда, когда мы боимся этого решения, таким образом мы в конце концов будем потом решение, вот так, как я писал, принимать не сами, а условно говоря, за нас это будет принимать родственники, можно ли там резать, не резать и там подобное. Из этого мой призыв был как раз, что будем ответственны, я хочу сам еще поговорить со своим анистозологом, как он правильно говорит. Да, на снижевок, да. Я хочу сам говорить о том, как это делать, я хочу быть трезвым, когда это решение принимается, а не дождаться того момента, когда уже, как я говоришь, за меня решают мои близкие. И то же самое здесь. Мы видим, что каждый день у нас приходят новости, даже непонятно, все они являются ли правильными, потому что мы сталкиваемся с пропагандой во всех его решениях и пропаганду. В этом случае, если можно сказать, даже не только что такое, а острая пропаганда, но такие новости, которые мы хотели бы видеть, нам предпадает. С одной стороны, это и страшные новости, с другой стороны, вот сейчас это все закончится, потому что кто-то уже настолько близко к победе, что, ну, и ты знаешь, это каждый день с обеих сторон. И таким образом головы всенуются, по-моему, во всех позициях, все горячее и горячее. И поэтому, ну, не знаю, я вижу, что это все-таки уходит в худшую сторону. Я вижу все больше и больше людей, которые с ненавистью, или с таким, ну, не знаю, как это можно сказать, с наивностью принимаются, что типа, что сейчас это прописываем, снимем все памятники, сейчас всех заставим говорить только на латышский язык. Это с одной стороны. С другой стороны, появляются все эти носящие букву «З» в своих аватарах или российский флаг, или что-то другое, типа «Подождите, сейчас здесь все начнется и, наконец, за нами придут». Я вижу, что этот конфликт, он уже приходит, даже не начался здесь еще, он начинается уже здесь. Таким образом, и его восстановить можно не вопросом, вопросом типа «Ребята, давайте будем жить дружно». Ну, давайте будем жить дружно. Потому что, да, я думаю, даже все бы признали, что жить дружно хотели бы, и думаю, что те люди, которые реально хотели бы конфликтовать, их очень-очень мало, очень мало. Но, с другой стороны, горячие головы, они сами по своей природе, они просто становятся все горячее и горячее, и призывают, или не призывают, самый как бы интегрироваться потенциальный конфликт. Из этого я и сказал, что типа, я думаю, что сейчас должно быть не то, что остановить демократию, но сейчас должны по поводу вот именно этого вопроса быть очень строгие меры. И, условно говоря, чуть не до такого, ну, прав силовикам быстренько остудить и те, и эти. И тут, конечно, очень важно, чтобы и те, и эти. Потому что, не дай бог, будет какой-то поворот только в одну сторону, и таким образом, с помощью каких-то еще дурацких решений от государства, этих голов горячих, может быть, еще больше и больше. Но тут главный вопрос, по-моему, в том, чтобы была понятность, что наша опасность нашей страны не заключается в том, что на Западе, в Востоке, и от нас, в этом случае, на Востоке, является какая-то там агрессивная сила. Да, это ясно, что сейчас идет война, что одна страна чуть не копирует то, от чего они сами все время боялись или отпугивались. Это чуть не такой стокгомский синдром, что полюбили своего врага настолько, что сам его приветствует или не то поддерживает, но у нас есть самая большая опасность как раз у нас внутренняя. У нас, по-моему, опасность внутренняя намного больше, чем внешняя. И тут я не вижу ничего такого невозможного. Мы просто должны это осознавать и просто должны качественно и адекватно с этим все время бороться. Ты имеешь в виду фактически бороться с провокациями, да, с разных сторон в том числе? Понимаешь, если у нас была бы ситуация, когда мы должны бороться с провокациями, это было бы проще, потому что найди провокатора, и как бы все. У нас, то, что я говорю, что, по-моему, надо же признать, что мы и так до этого жили в таком формате опухоли. У нас то, что мы говорили, и до этого, да, у нас была хорошая ситуация по большому шесту во время ковида, когда, не делая ничего острого, эти раны межнациональные у нас уже начали прижаться, приживаться. Это было, на самом деле, как раз мы говорили с тобой в передаче после ковида, в начале этого года, что, ну, при общей беде, ничего острого не делая со стороны государства или каких-то политиков, или каких-то общественных деятелей, мы, ну, уже были намного, как бы, ближе. Не знаю, почему мы должны были этот вопрос заострять, заострять с помощью по поводу, там, не знаю, вопросов ликвизации школ, но надо было как раз наоборот, на этой почве создавать еще более какие-то такие платформу национального идентифика и идти вперед. Потому что главная проблема, которая у нас есть в нашей стране, по большому шесту, это мы будем сейчас видеть, и как раз тут очень важно, чтобы мы успели не то, чтобы вылечиться до каких-то, может быть, потенциальных поворотов, а наоборот, чтобы просто мы были здоровыми именно. Потому что, ну, посмотри, ну, знаковая ситуация вчера или послевчера. Мэра Мэри Олтеля, как правильно вы говорите, город, освободили. А позвонит ему президент Зеленский к мэру своего города. Оба говорят на родном себе русском, оба говорят на родном... У них легче говорить на русском. Они фактически русские. Ну, ладно, там, евреи, или там, ну, по языку они русские. Они говорят на русском против России, будучи украинскими патриотами, членами украинской нации. Ну, на самом деле, символически. Украинцы с помощью своих, как бы, ну, то, что мы можем упрекать, да, была война, там, эти 8 лет, в 2-х, борьба за Донбасс, там, погибали люди. Но, с другой стороны, они за эти 8 лет создавали европейскую нацию Украины, которая шла в какое-то направление, по-большому, что имела некие общие ценности. Вот сейчас, например, проблема, которую я вижу, что мы все время эти вопросы поднимались сугубо на, именно на языковом или национальном формате при отсутствии именно национальной латвийской идеи. У нас есть национальная латвийская идея, у нас есть национальная идея тех людей, которые не латвиши. Но, к сожалению, это, на самом деле, очень самая большая проблема. Да, у нас есть и у русских, и у украинцев тоже самое, по-большому, что-то. Да, одна из форм объединения в той же Украине это, как бы, ближение в сторону Европы или, как минимум, независимость. Ну, самое главное, конечно, это, как бы, общий враг путинской России. Даже, насколько я думаю, сама Россия, как путинская, хотя это потом уже ты забываешь, путинская, не путинская. Ну, у нас, ну, да, надо признать, у нас тоже очень похоже. Но, и вообще, очень долго, когда ехал с друзьями, украинцами, я видел очень много параллелей там. Очень много параллелей. Но, все равно мы должны это, как бы, думать, как это, как создавать эти ценности именно латвийской, латвийской национальной политики, которые были бы ценностью, которые признают себе все те люди, которые здесь находятся, чтобы мэр русского города был защищен президентом, в том числе, говорящим по-русски, который, они чувствуют себя обеими, обеи являются украинцами, патриотами украины. Видел этот сюжет, который был? Да, конечно. Он очень знаковый, да. Да. Вот, все-таки, еще возвращаясь, естественно, к латвийской нации, что не хватает? Вот, это, не знаю, политики виноваты, это мы все виноваты, это, не знаю, одна община, если так можно сказать, не хочет протянуть там руку навстречу, второй боится, стереотипы. Что, что, вот в чем причина? Вот, почему мы не можем создать такую именно латвийскую нацию? Как, кстати, в Конституции записано, многие уже это забыли, что, в принципе, власть в стране принадлежит народу Латвии или латвийскому народу. Я думаю, что это, с одной стороны, есть сейчас и возможность стимулировать этот вопрос, потому что до этого не было движка, до этого было примерно так, что да, как бы хорошо, но еще лучше было бы, и тогда обе стороны, и опять же признание призна, обе стороны, латвийская, ну, условно говоря, такая национальная сторона, как нам надоели, что мы тут не одни, что нам мы должны с кем-то делиться, что мы должны с кем-то мириться, и что, ну, вот как было бы хорошо, если бы их не было, да, и наоборот, те при себе думают, что типа, как было тогда, когда нас не было второго сорта, мы не были в втором сорта, да, да, я понимаю общий смысл, да. На данный момент я думаю, что я надеюсь, что есть много именно трезвых голов, голов, которые думают о том, что, ребята, да, ну, и мне иногда раздражает русская старая бабушка, которая принципиально не говорящая на латышках, живущая здесь всю жизнь, потому что она, типа, на собачьем говорить не может, и мне это раздражает, и мне хочется, типа, чемодан, как там было, типа, вокзал России, да, потому что кажется, типа, это такое, я чувствую, это неуважение к себе, лично к себе, а не только, ну, там, это с одной стороны, но с одной стороны, когда я понимаю, что я смотрю на те сценарии, которые в 2022 году, как оказалось, возможны в других странах, да, извини, я готов полюбить эту бабушку, ну, действительно, как бы смешно бы не звучало наивно, лишь бы не было войны, это с одной стороны, я надеюсь, что людей, которые, и это не так, что смириться с ней, нет, но я тоже буду, я буду всегда ее презирать, условно говоря, но, я буду понимать, что это, ну, самая мелочь, которая может быть, в этом, как бы, большом костре, возможных, или, ну, возможных событий, из этого, и тогда, если ты понимаешь, что главная цель, это, как бы, обоюдный приход, или поход к уступкам, и понимание, что, нет, нет, вот это мы не хотим, а не так, что, типа, мы все еще играем в покер, да, потому что, я вижу, что проблема не в том, что, никто не хотел бы войны, но все бы готовы играть в покер, а слушай, а посмотри, а может быть, от этого мы можем достичь что-то, одни говорят, типа, украинские события, есть возможность сейчас, наконец-то, снять этот памятник, другие говорят, ребята, украинские случаи, есть возможность, наконец-то, создавать более большой испуг лотвийской политики, для того, чтобы они, наконец-то, пошли на уступки, и оба, на самом деле, играют в покер, и понимают, что это не покер, это, ну, это также, та же самая провокация. Ну, я сейчас такой вопрос тебе задал, в принципе, естественно, я готов подписаться почти под всем, что ты сказал, но вот здесь какой нюанс, отталкиваясь от того, что ты сказал про бабушку, даже неважно, как ты к ней относишься, к этой бабушке, ну, условно говоря, или я, но эта бабушка, сейчас поймешь, что я имею в виду, она не определяет латвийскую политику, даже близко, как, в принципе, это не определяет ни русская бабушка, ни латышская бабушка, да, вот мы, да, можно сказать, что есть выборы, там люди голосуют, но вот сегодня есть латвийская власть, да, и мы видим, какие месседжи латвийская власть, так можно сказать, посылает после всех событий. Есть правильные, на мой взгляд, вот такие сообщения, заявления, премьер, премьер уже трижды, и вчера, кстати, выступая в парламенте, где он подводил итоги своей работы, еще раз повторил, что мы все вместе, латвийцы, за демократию, за страну, хотим, чтобы все здесь было, было получено, вне зависимости от того языка, на котором мы говорим дома. то есть, в принципе, он сказал правильные вещи, но ведь за этими словами должны следовать какие-то дела, и что мы наблюдаем от тех, кто находится у власти? Я даже не про оппозицию говорю, а про правящую коалицию. Одни говорят, вот как ты сказал, ну давай снесем памятник, и все, и будет все замечательно. Другие говорят, не-не, ну ладно, памятник это мы как-нибудь там между делом тоже, конечно, снесем, но вот с завтрашнего дня мы сейчас все переведем, все школы на латышский, неважно, готовы, не готовы, есть учителя, есть вообще ли проблема, потому что старшеклассники уже давно учатся, на латышском, видимо, политике не в курсе. Да, но мы это сделаем, да, и публично заявим, что мы сейчас вам покажем. И вот тогда, они говорят, будет интеграция, да, а лучше ассимиляция. Но это в принципе то, что говорят те, кто принимает решение, не бабушка, на каком бы языке она ни говорила, а те, кто принимает решение. Они могут тебе сказать, Кристиан, ты, конечно, молодец, но мы и знаем, как наконец, так сказать, поставить всех на место и продолжим действовать еще более жестко. Это называется понимание момента. Я не исключаю возможность, что когда-то в жизни, там, через 10-5 лет, к примеру, да, если действительно вся там украинская война закончится вот, ну, с большой победой украинских властей, и на 9 мая будет по Москве ходить украинские войска, да, безусловно, это в мировом масштабе меняет акценты, и это может быть каким-то образом менять акценты в Латвии. Но, извините, сейчас-то война только началась, да, и когда, условно говоря, ты первым делом высовываешь, будет сам, ну, не самым сильным в этом всем пространстве, да, но зачем-то, ну, просто, как минимум, мы должны, по-моему, больше думать именно о том, как сделать здесь все спокойно, нежели, типа, чтобы всех этих, пулеметов показать себе вот-вот-вот я здесь, вот я здесь, давайте сюда. И это, вот это как минимум первый шаг. Но это даже должно быть не из-за того, что мы боимся, наоборот, мы должны это делать, потому что мы так считаем. Ну, что мы, если бы хотели, чтобы люди здесь, вот еще раз показываю этот украинский пример русского мэра, что мы имеем, что мы каким-то образом создаем латвийские национальные ценности, как минимум одна из этих ценностей. Самое главное, может быть, даже то, что мы живем, извини, даже при всем том, что у нас было и в 16-х марта, и 9-х мая, и еще много каких-то вещей. У нас не было ни одной стычки. Никогда. в большом счету. Я не говорю о том, что в самом детстве живущие в Пуртенсе, мы там футбол играли с русскими и дрались с русскими. Но еще раз, значит, была детская футбольная как бы тусовка, а не национальная активность. Я хочу как минимум, а сравнительно с другими странами, я даже не знаю, начиная с Ирландии, заканчивая с другими странами, даже недалекими, были какие-то неприятные ситуации. Действительно, жертвы были даже на национальной почве. У нас не было ни одной жертвы в Латвии. И это как минимум национальная ценность. Я хочу так жить дальше. Я хочу иногда, может быть, спорить, говорить с тобой по передачах, жить в мире и не бояться этого. Это как минимум ценности. Это мы должны осознавать как главное. После чего мы должны идти дальше и думать именно о том, как создавать то, что нас обедняющее. И объединяющее так, что это не лицемерно объединяющее и не объединяющее так, давайте пойдем в Запад, а мы тихо будем думать, типа, а как мы таким образом это будем решать и наоборот. Нет. И, безусловно, вопрос, я не против того, что бабушка не знает по-русски. Нет. Я против того, что она это создает как лозу. Если это, на самом деле, ну, есть же люди, которые не знают. Ну, есть же люди, которые... Ну, есть люди, латыши, которые после школы по латышкам не умеют писать. Но это же, на самом деле, беда для них, для людей. Это не должно быть принципом или лозунгом. Это тоже важно. Но есть другие еще вещи, которые мы должны сейчас сделать. То, что я вижу, что Каринч, я думаю, что он это осознает. Я думаю, что другие политики не до конца осознают или думают примерно так, что, типа, да-да, пусть Каринч говорит про это, а мы будем продолжать гнать свою линию на носу выборы. Поэтому и была одна из... Там же никто меня не упрек под этой статьей, что я призываю быть строже с провокатором. Главное же, о чем было там в одном из последних абзацов, как раз было другое. Я призываю перенести выборы на год вперед. Потому что в предвыборной атмосфере, которая будет сейчас в этом... Эти дурацкие, обоюдные дурацкие активности будет еще больше активизироваться. Ну, а с другой стороны, можно сказать, ты обратил внимание, как сейчас в парламенте единогласно принимаются все решения, ну, связанные с поддержкой Украины или даже с обеспечением национальной безопасности Латвии. Ну, по крайней мере, как это понимают вот политики. Посмотри, вот уже фактически две недели все решения или даже три принимаются единогласно именно в этой части. Я сейчас не говорю тебе про пандемию или про что-то еще, про экономику, а именно в этой части принимаются единогласно. Это же позитивный сигнал или ты думаешь, что это просто такой вот, как ты сказал, актуальность момента? Ну, я думаю, что это актуальность момента, к тому же я думаю, что и там все еще должно быть дискуссии, потому что мы в каком-то моменте забываем, что да, я думаю, что все готовы помогать украинцам. Я в том числе помогаю. с другой стороны, и там есть какая-то другая сторона, когда ты, например, так долго не помогал собственным каким-то людям, да, а вдруг сейчас там, ну, и там, пенсионерам или там другое, да, всем нашим все вплатно, всем украинцам все бесплатно, да, и там есть некий маятник, который слишком долго поворачивая влево-направо, ты потом получишь возможный, ну, обратный ход и инерции, да, и я вижу, что то, что на самом деле было очень правильно сказали какие-то уже, по-моему, и банки и другие наши эксперты, что, ребята, там тоже должен быть некий такой, ну, понимание, во-первых, того, что мы не играем в пятиминутную активность, это должно быть надолго, да, и вопрос в том, что, ну, вот это, в этом случае я вижу очень много таких быстрых решений, давайте быстренько-быстренько поможем всем бесплатно, вот транспорт, как будто это закончится через пять минут, как будто через 25 дней эти украинцы уедут куда-то обратно, нет, они еще будут через два-три года жить, ну, скорее всего, или даже три, эйфории, и тогда вопрос, а можем ли мы в таком форме эйфории выдержать такой большой срок, я думаю, что нет, и опять же, я вижу, что, я когда-то вижу проблему, что на долгий период этого взгляда у нас нет, мы готовы сразу гореть большим огнем в своих эмоциях, ну, психологи же знают, чем это заканчивается, и опять же, когда ты это говоришь, чуть не, а ты что призываешь, не помогать, ну, конечно, надо помогать, но еще раз, вопрос в том, что ты должен понимать, что когда ты, ну, я сейчас говорю именно о том, что я как тренер спорта, ну, что ты не можешь начать спринт, или же начать его как спринт, и говорить своим, давай беги, беги, там, 100 метров, 100 метров, и так еще, 100 метров, потом еще 100 метров, потом еще 100 метров, ну, Абик, при всем твоем нежелании активно заниматься спортом, ну, ты сам понимаешь, что это невозможно. Да, при всем моем нежелании, это хорошее, да, совершение почти эфира, вот, вчера, завершая вот и наш разговор, вчера премьер, выступая опять-таки перед парламентом, где он подводил итоги своей работы, он чуть-чуть перефразил свою знаменитую фразу и сказал «драуги бус лаби», да, так сказать, как мы помним, он сказал «драуги нау лаби», теперь он сказал «драуги бус лаби», вот, а бус лаби, на твой взгляд, все-таки будет хорошо, как тебе кажется, в Латвии, или мы в какой-то длительный период нестабильности вступаем? Ну, я надеюсь, что нет, но хотя, опять же, я сейчас, как, ну, я буду говорить так, как я бы хотел, потому что, на самом деле, то, что мне больше всего спугало, когда я написал вот ту статью, про которую ты говорил, в Делфи я не видел комментарии, потому что в Делфи нет комментариев, на самом деле, очень ответственное решение у Делфи, как бы, урезать комментарии вообще у всех статьей, для того, чтобы не было возможности нагнетать атмосферу. были другие порталы, где были комментарии, в том числе и в Фейсбуке, да, то, что мне больше всего поразило, это как раз наличие людей, которые говорили, типа, ты что, совсем, как ты можешь запретить или перенести выборы, что мы уже так близко, чтобы этот вражеский народу, режим Левица, Каренша, загнать в тюрьму, и этих людей, которые такие, условно говоря, после пандемии, агрессивны, это не электорат только Гобзэмса или бывшего Каменьша, это есть такие очень активные, молодые, ну, типа, мы все понимаем, ну, радикалы, можем сказать, ну, по большому же они все, но они левые, ну, по своим убеждениям политическим, это не то, что в том понимании левые, там, у нас же, там, сам знаешь, кривое зеркало, все, которые на запад, как бы правые, на Кремль, это левые, нет, мы говорим про реально левые, которые там, типа, государство должно все отнять, все поделить, все, ну, и там подобное, и этих людей, которые против режима Левица, Левица, Каренша, они очень-очень-очень много, и они агрессивны, и это, ну, хотя ты и видел, на самом деле, там, ну, они же выходили на улицу, когда Гобзинс был еще в Латвии, и, ну, вот, за это я боюсь, потому что, я вижу, что, и самому Кареншу, по-моему, он не чувствует поддержку, хотя идеи-то сейчас правильные, да, и я думаю, я вот за это немножко боюсь, потому что, когда ты не чувствуешь этот кураж, не чувствуешь волну поддержки, это как раз опасно, а, и еще, еще более опасно, что, единственный момент, когда Левиц почувствовал поддержку народа, да, сейчас, именно поддержку народа, это было не за то, что он там вовремя высказался по поводу Украины, потому что, того никто не слушает даже, да, за это, когда он поддержал идею латышских школ, тогда он, наконец-то, почувствовал, что, типа, люди ему, да-да, Эггилс, ты прав, наконец-то, ты правильно идешь, да, и вот это, ну, там есть тенденции, которые, на самом деле, меня как раз опасают, да, но я надеюсь, все еще, что у нас есть адекватные, и много адекватных, адекватных, правильных людей, которые могут иметь, тому же, президенту и премьеру, на премьеру, я, честно говоря, больше ставлю, потому что, я вижу, его призывы, во-первых, они какую-то вибрацию имеют больше, чем у Левица, и если он будет, это как бы, и грамотно идти вперед, не только призывая, потому что он же должен сейчас делать, он должен как раз активно заниматься тем, что он должен быть в Латгалии, он должен говорить с Элкстеншем, должен призывать российские, русские, я знаю, местных людей, на разговоры, на дискуссии, к тому же, пусть на каком, он должен немножко говорить на русском, да, не то, что на русском, так же, как он должен говорить, идти на дискуссию, с этой, как бы, идеей, ребята, нет, давайте, какой памятник, он должен чуть ли не сам его посетить, и не трогать, условно говоря, и говорить с обеими, или одновременно говорить с обеими о том, что нужно делать, если не нужно делать, говорить с теми, которые посередине, которые, ну, он должен быть более активным, здесь я вижу, что он, как это было во время пандемии, что ноги упрекали ему, что он как бы, пример, но как бы неудел, и в этом случае, таким образом, ты эту болезнь не вылечишь, ты должен сейчас идти, вот чуть ли не как Зеленский, первым парнем в фронте быть. Это правда, это хорошее завершение, как раз эфира, так, такой вот, может быть, совет премьеру, быть первым парнем, обязательно еще пообщаемся с тобой, в прямом эфире, в том числе, Кристиан Розенвадз, у нас был в прямом эфире, посредством скайпа, спасибо.